Значит, я понимаю, что вам нужны лекции, слушайте. Я вот здесь вот встану, мы не на одном месте сейчас. Начинаю я рассказать, я расскажу, что было в прошлый раз. Значит, еще в прошлый раз мы сначала выглядели потенциальное, оптекальное, когда у нас есть тело, шар, но на самом деле на больших расстояниях от тела, любое тело будет выглядеть как шарик, на который натекает поле скорости на лодное У, радиус шарика А, мы обнаружили, что скорость, в случае по официальным, когда мы полностью предупрекли всем трениям, мы считали, что сила только нормальная, тогда здесь заветность равна нулю, она должна сохраняться, тогда заветность должна равна нулю везде, и тогда поле скорости является потенциальным. Если рот в скорости ряда на дру, значит скорость есть градиент чего-то. И мы выяснили это потенциальное текание, и оно, грубо говоря, велось себя как единица, наверное, в кубе, потому что потенциал в коре скорости велось себя как депорт, и единица, наверное, в кубе. И мы таким образом описали генерационный эффект, эффект присоединенной массы, но совершенно не смогли описать силу сопротивления, которое действует на тело, и также, если это тело не является симметрическим, то подъемным силам, потому что в потенциальном течении все эти силы были бы даже здесь на равном ныне. Тогда мы перешли в другой предел, и мы сказали, давайте рассмотрим очень-очень вязкую жидкость, вот, и мы поняли, что является параметром, который определяет, насколько она является вязкой или нет. Этот параметр является число ренольца, который определяется как произведение характерной скорости на характерный размер и деленную на кинематическую вязкость жидкости. Какова и кинематическая вязкость жидкости, соответственно, имеет размер сантиметра клада на метефон. Так вот, этот случай, мы бы хотели, чтобы он соответствовал не вязкому движению, и тогда бы он соответствовал бесконечному ренольцу. Вот, а, ну, скажем, давайте рассмотрим ренольц, который много меньше единицы, и это было движение, вот, да, которое соответствовало бы движению очень маленьких микроорганизмов, и мы немножко попали к микроорганизму, и обнаружили, что в этом случае такое же самое обтекание приведет к полю скорости, которая убывает от единицы на два. Дальше, поскольку мы сказали, что, я сейчас напоминаю, поскольку некоторых, которые не было на прошлой лекции, а некоторые, чтобы были, опоздали, я использую это время, чтобы кратко повторить, что было на прошлой лекции, может быть, это будет невредно тоже. Значит, вот мы рассмотрели, таким образом, обтекание в двух пределных случаях, и этот случай сам по себе, безусловно, правильный, то есть в таком пределе, когда движение является очень-очень лязким, и можно, перебречь ринольдс, мы поняли, что, если мы учим уравнение на поле скорости, в град в, которое является уравнением радиостокса, то ринольдс – это отношение вот этого члена к вот этому, потому что этот член может быть оценен как у квадрат на р, а этот член может быть оценен как не у на р квадрат, и отношение одного на другое и есть ринольдс. И тогда мы спросили себя, что же будет между этими двумя случаями, как вот от этого случая перейти к вот этому, что будет на самом деле в пределе очень большого ринольдса, когда и раз не стремится к нулю. И мы обнаружили, что происходят совершенно удивительные, фантастические вещи, решение, настоящее решение является совершенно не похожим на потенциальное обтекание. И причина этого заключается в том, что происходит явление отрыва. Когда у меня жидкость не текает на тело, то даже в случае очень большого числа ринольдса… Я сейчас повторяю то, что было на прошлой лекции. Спасибо. И вот что мы на прошлой лекции обсудили, что в нашем случае очень большого числа ринольдса… А на самом деле можно записать число ринольдса как место, где… Если я возьму, например, вот это течение, которое называется течение стокса, ринольдса, и на него будет число ринольдса как функцию от расстояния от тела, то я тогда смогу увидеть, что мой нелинейный член оценивается как ур на а, а мой вязкий член оценивается как нюр на а квадрате, и оно ведет себя как r, как расстояние от тела, и число ринольдса возрастает. Это означает, что каким бы ни был вот этот ринольдс, определенный по размеру слоя, где-то очень далеко от тела, все равно движение начнет определяться инерцией, а не трением, и мы вот этот вот размер, на котором ринольдс становится порядка единицы, а именно, когда у на а на ню порядка единицы, или а порядка ню на у, назвали размером пограничного слоя, или boundary layer по-друге, где обычно пишется бугер. И, значит, после этого мы спросили, а что же будет с вне этого пограничного слоя, внутри пограничного слоя, все будет по стоксу вязкое течение. Когда ринольдс очень большой, это фактически означает, что размер тела много больше, чем размер пограничного слоя. Значит, у меня был маленький пограничный слой, для движения все-таки вязкое. Вне его линии, которые проходят вот здесь, они не будут реально чувствовать вязкости. Вот здесь у меня будет очень узкий слой. Если бы этот узкий слой рабским образом следовал за формой тела и был бы симметричен левого и правого, то опять никакой силы бы не было, потому что силы возникают под асимметрией. Асимметрия левого и правого создает силу, которая будет действовать на мое тело правого. Асимметрия верха и низа, если, например, мое тело имеет форму, типа крыла, скажем, да, как он или там, это асимметрия, что-нибудь в таком образом. Такая асимметрия будет приводить к тому, что у меня появятся подъемные силы. И вот вдруг мы поняли, что на самом деле асимметрия левого и правого, то есть силы сопротивления, появляется от того, что траектория, которая стартовала и проходит через пограничный слой, она идет из места с высоким давлением, потому что здесь скорость мала, это близко к точке остановки, вместо с высокой скоростью, с низким давлением. И на этом участке она ускоряется. Это как шарик, который скатывается в ямку. Вот. На этой части траектории он катится вниз. Дальше внизу у него кинетическая энергия должна хватить, чтобы скатиться вверх. А у него ее не хватает, потому что есть трение. И в результате этого та траектория, та линия тока, которая идет, она не доходит до симметричной позиции вот здесь. А она отрывается раньше. И образуется область, называемая след, которая потом расширяется, и которая принципиально отличает левое от правого. И наличие следа является причиной силы сопротивления. – Почему ее доходит? – Она не доходит вот почему. Я бы сейчас пытался быстро рассказать. Давайте чуть-чуть медленнее. Представьте себе вот такую траекторию и жидкую частицу, которая движется по ней. Отсюда до сюда она ускоряется, потому что давление здесь выше, чем давление здесь. Она ускорилась до сюда. После этого давление здесь, конечно, ниже, чем давление здесь, потому что здесь скорость большая. А здесь такое же давление, как здесь, если бы это было идеальное течение. Теперь ей нужно использовать кинетическую энергию здесь, чтобы преодолеть разность давления. Давление ее толкает сюда. А кинетическая энергия должна ей позволить дойти до сюда. Но она по дороге еще теряет кинетическую энергию на трение. Понимаете? Поэтому она уже здесь потеряла часть, пока доходила до сюда, пока она ускорялась. А теперь дальше она теряет еще и здесь. Этот мячик, если вы его спадите, он не докатится до верхней точки, если есть трение. Он докатится до сюда. Вот. И вот эта разница, это вот эта разница. Вот. И соответственно, чем выше трение, тем больше будет такая разница. И этот след уже никогда не вернется и не сожмется. Потому что если этот след был конечным, я бы мог посмотреть на все мое тело вместе со следом, как на новое тело. Отойди опять очень далеко, когда все это мне представляется точкой. А точка фактически как сфера, как шарик. И опять бы сказать, что все будет по вот этому простому потенциальному течению, которое не дает никакой силы. И то, что мы обнаружили, что здесь в следе поле скорости убывает так, что поток жидкости через этот след, то есть дефицит потока. Вот если бы не было тела, то у меня протекало бы здесь количество жидкости, которое было бы просто у на площадь этого участка. А теперь у меня будет меньше. И этот дефицит расхода не будет зависеть от расстояния, поскольку он определяет силу. Я не ввожу всю эту формулку моего. В прошлый раз она есть в лекции. Я не буду читать лекцию в два раза, я просто вам повторяю. Вот. Так вот тот факт, что этот дефицит, то есть дефицит потока жидкости, насколько поток меньше, чем вот эта величина, он не зависит от расстояния, означает, что поток через всю остальную сферу должен тоже не зависеть от радиуса этой сферы. Это означает, что движение вот здесь ведется как единица на р квадрат. Ну, имеется в виду отклонение от у, то есть у плюс что-то. И вот это что-то убывает как единица на р квадрат, а на единицы на р в купе. Почему я рассказываю эту историю? Это одна из самых замечательных и очень глубоких и неожиданных историй физики, когда, как говорится, сингулярное возмущение и неминейность работают вместе и меняют решения во всем пространстве. То есть, если бы у меня была своя втекучая жидкость, в которой в принципе нет трения, а все, что скальзывает, у меня было бы потенциальное втекание единицам на р в купе. Трение меняет движение в очень маленьком и тонком пограничном слое, если я рассматриваю, что это очень большая. Казалось бы, вот он этот маленький слой, а вне него должно быть все как раньше. Нет. Этот слой отрывается, это очень похоже на то, как вихре отрываются и проходит свет проводник, например. Вот. Отрывается, создает след и это меняет течение во всем пространстве. Вот. И мы также обсудили, каким образом это связано с тем обстоятельством, которое мы сегодня продолжим обсуждать, что сила сопротивления, если мы ее напишем, как мы ее описали таким образом, брали сила сопротивления, действующего на это тело, мы обсуждали, что если мы ее определим как безразмерную величину, называем это эфициент сопротивления, которое есть просто характерное давление, действующее на тело, умножить на характерную площадь этого тела, то это по размерности должно быть вот таким. Поэтому их отношение безразмерное. Для вязкового течения, когда мы это рисуем, как толстый отремен, все вернулись очень маленькие, оно должно быть пропорционально вязкости, то есть обратно пропорционально чистую ритурсию. Это формула стокса. И мы спросили себя, как устроено это поведение, когда вязкость стремится к нулю или вернули к бесконечности. И мы обсудили, что это имеет конечный предел, который не зависит от вязкости. И это вещь, которую я понял уже в юном 17 веке, что сила сопротивления тела должна передаваться просто импульсом, передаваемым жидкостью. Но это фактически уже свержало в себе идею следа. След это то место, где жидкость течет, которой мы передали наш импульс. И мы его передаем каждый раз в месяц времени и количество импульса, которое задает семь. краткий повтор, распор полетов, когда летчики. А теперь мы перейдем к последней теме нашей. Это будет неустойчивость и турбулент, а следующая часть мы вернемся сюда. Все, что мы делали до сих пор, было стационарно. На самом деле, я немножко говорил о том, что там этот цвет начинает сгибаться, но это все были слова. Теперь давайте обсудим, каким образом течение становится нестациональным. Мы все знаем, открыт кран на кухне, что любая почти струя, кроме грушени очень тоненькой и медленной стройки, является нестациональной. Она крутится, вертится, болтается. Ну, много струй, видим в жизни, и они все практически как гулят. Вот. Значит, откуда это берется? Откуда берется неустойчивость течения жидкости? Я хочу, чтобы вы сегодня рассмотрели самую простую неустойчивость. Значит, самое простое течение – это отсутствие течения. Следующее по простоте – это однородное течение жидкости во всем пространстве, которое в силу гриллеевской варианности просто эквивалентно состоянию покоя. А вот следующее по нитриверальности движения называется потенциальным разрывом. Представьте, что у меня есть поверхность жидкости, у нее есть область 1, у нее есть область 2, и в этой области она течется скоростью v, а в этой области у нее скорость равная. Значит, конечно же, такое распределение поля скорости, которое фактически есть θ-функция, ступенька от координат z, оно, конечно же, не является решением уравнения на вне стокса, потому что в него есть потенциальный член, который не обращается в ноль. Но давайте мы сейчас скажем, что мы считаем, что связь здесь очень маленькая, мы сейчас рассмотрим с вами случай, когда ремен все еще очень большой, жидкость близка к георгии. Это, на самом деле, очень типично, как физики всегда работают. То есть, на какой-нибудь предельный случай, а потом начинают постепенно обслуживать, что будет, если учесть связь. Зависит привязок с него учитывать. Без этого члена это точное решение этого уравнения, потому что v на него обращается в ноль. v по горизонтали, а градиент v по вертикали и v по то, что он обращается в ноль. А давление равное друг другу, тогда, значит, это просто источное решение. Вот такое вот дурадское распределение, фактически, смысл простой, есть два слова жидкости, и они скользят друг относительно другу. Если трение мало, оно, конечно, начинает замедлять это скольжение, но очень-очень медленно. Надо пока считать, что это все медленные эффекты, а то, что мы сейчас окрешем, было быстро. Значит, мы хотим понять, что будет, если случайно, в силу каких-то причин эта поверхность искривилась вот таким образом. Вот. Здесь по-прежнему все течет, здесь по-прежнему ноль. Вот. Мы хотим понять, устойчива ли наша поверхность раздела между двумя следами. Следы могут иметь, кстати говоря, разные плотности, тут можно всякие разные обобщения строить. Вот. Устойчива ли она по отношению к этому, значит, к изгибанию? То есть, раз я спрашиваю, уже понятно, что она неустойчивая, как бы это объяснить, что она неустойчива? Как бы вы объяснили неустойчивость этой поверхности? Вот. Неустойчивость означает, что, создав такое изменение, если я его отпущу, оно не вернется обратно, а начнет дальше увеличиваться. То есть, это пойдет вверх, а это пойдет вниз. Да? Как бы тогда вы объяснили это дело? Почему вот это место пойдет вверх? Сверху скорость увеличится, значит, давление уменьшится. да. То есть, дело все в том, что, поскольку теперь моя скорость вынуждена огибать больше путь, то здесь давление стало меньше, потому что скорость стала больше. Поэтому здесь P1, а здесь P2. И здесь у меня давление стало в плюс, а здесь давление стало в минус. И здесь, в смысле, наоборот, здесь давление уменьшилось. Вот я нарисую так. А здесь давление увеличилось. И поэтому оно начинает толкать ее вверх. Да? И точно так же здесь, когда у меня вогнутая часть, то на вогнутой части оно движется медленнее и толкает его вниз. Значит, это рассуждение правильное. Оно чрезвычайно тонкое и непростое. Потому что можно точно так же рассмотреть, например, V и минус V. Да? Вот. И так, вроде бы, оно тоже работает, потому что давление совершенно нечувствительное к знаку скорости. Да? То есть V там минус V, а давление определяет сколько V в квадрат. И в этот момент еще все хорошо. Потому что, ну, понятно, вот V минус V дает полимическую систему отсчета, где тут будет 0, а тут 2V, все-то же самое как. Но по-настоящему нитриарный момент возникает, когда мы можем рассмотреть V и V. Вот здесь. Вот эти меня однажды по-настоящему поставил в тупик один французский профессор, который тоже, как я, 20, ну, он 30 лет, старший меня, а мне хватило времени додуматься до этого вопроса. Он говорит, вот ты учишь неустойчивую скеренную? Это называется неустойчивую скеренную губерцию. Я говорю, да. Я говорю, ну, только я учил 30 лет. А потом двух однажды один умный студент задал мне вопрос, а если сверху V и снизу? Ну, хорошо. Ну, то же самое рассуждение работает, потому что это опять выкуплая часть, это опять вогнутая часть. Ну, что за ерунда? Ну, я возьму однородную жидкость, которая течет со скоростью V. Нарисую каким-то карандашом по ней линию и скажу, что от того, что это линия изгибается на самом деле, она должна дальше идти изгибаться. Международное движение течет вот так. Вот. И после всего он начал с интересом смотреть на тем, как я задумался. Минут 10-15 занял, а на банкете, правда, так может быть, в трезвом состоянии было. Короче, в общем, на самом деле ответ такой, что, конечно, в жидкости так делать нельзя, потому что нет точки отсчета для теории вернули. А вот на самом деле, если рассмотреть такую ситуацию, когда у вас есть действительно материальная поверхность, которая разделяет, и здесь она чем-то закреплена. А именно представьте себе, что у вас есть флаг. И это не устойчивость, которая описывает неустойчивость флага на линии. У флага вернули с двух сторон. Так? Вот так. Но у него, тем менее, есть точка, где у вас есть линия, которая раздваивается. То есть у вас есть одинаковая стартовая точка. После этого, если действительно вы создаете вот такую, то здесь, как и да, скорость выше, и здесь, как и да, скорость ниже, а у них есть общая стартовая точка, с которой я могу написать теорему вернули. П плюс Ро в квадрате. И поэтому здесь давление будет меньше, здесь давление будет больше. Так что в этом смысле это очень могучий способ рассуждения. Как все, теорема вернули. Большая часть того, что физик, который не гидродинамик, должен знать о гидродинамике. Фактически большую часть информации, качественной и количественной, можно получить из нее. Но вот вы видите, как нетривиально ею пользоваться в разных случаях. Надо всегда помнить, что для этого нужно иметь откуда-то провести единицу, сказать это вот здесь и вот здесь, это равно вот этому, и тогда уже получать какие-то выводы. Ну давайте вернемся к нашему простому случаю, в котором имеется скорость в, значит, и мы хотим описать эту неустойчивость. Чтобы описать эту неустойчивость, значит, на самом деле, мы должны написать просто уравнение, в данном случае, давайте рассмотрим все нежимаемо, то есть от уравнения неразрывности останется только утверждение, что дивергенция V3 равняется, то есть полная дивергенция скорости равняется нулю, а от уравнения значит, этого самого Эйлера останется утверждение, что ДВ, давайте я таки введу возмущение, я скажу, что у меня есть V плюс V' и буду писать, V это есть просто константа, и здесь у меня будет ДВ штрих ОДП плюс V ДВ штрих ОДХ равняется минус градиент В штрих на РО, так, и дальше я могу подействовать, то мы, ну, в этом枚, а Зем technically метод, Алексея подбирает из G殺ado, дальше мы видим смев 드. Зарезаем д Graph, наarenод��ный точек, это просто константа, дH, он может просто bringen стекла ровнодок, и мы получем, что раз экранer и все из это не уже есть, но неίко у нас это не убежит. Чтобы, как мы тем неизвестим, это показывает неизвестный режим slashin, символ счаст��� зер ox То есть нам хотелось бы выбрать теперь возмущение давления в виде, скажем, что я выбрал, синус или косин, а я выбрал экспоненты для простоты жизни. Но вы знаете, что все можно писать в комплексном виде, поскольку это линейное уравнение, то всегда потом можно растереть вещественную ненимую часть, а с комплексными числами, вот он не работает. Так вот, если я возьму решение, которое ведет себя периодическим образом по иксу, то тот факт, что оно должно удовлетворять лаплосиану, означает, что оно должно вести себя экспоненциальным образом по z. Вот моя z-координата, вот моя x-координата. Поскольку d2 по dx квадрат выдаст мне минус само число, то d2 по dx квадрат должно быть плюс это число, поэтому зависимость от z должна быть экспонентной. И это еще один очень важный такой качественный кусочек физики, которым большинство физиков пользуются, если вы знаете, что у вас что-то удовлетворяет уравнение лапласа, и оно как-то меняется, пускай даже не чисто периодически, а как-то осцелирует в одном направлении, а оно должно с такой же длиной волны, но убывать экспоненциально в перпедиволиатом направлении. Поэтому вот что-то должна вести себя как минус kz, да еще и с тем же k. Тогда легко проверить, что это есть решение о уравнении, и мы еще хотим, чтобы она каким-то образом зависела от времени, и мы ищем эту частоту омега, и неустойчивость будет означать, что это омега вообще, говорят... В таком виде мы ищем скорость, значит, p-1-3, это важное улучшение, и из этого уравнения подставим сюда p в таком виде, и v, мы можем получить, что скорость, она, значит, есть разделить на ρ1, kv-1. То есть я просто подставил уже это синусоидальное решение, я взял в таком виде давление, взял в таком виде скорость, это тоже е в степени dkx, минус kz, минус eomgd. И получил связь между скоростью и давлением, между видными амплитудами, вот. А теперь, на самом деле, мне, как всегда, зависит, мне интересует зависимость омеги и k. То есть фактически, как говорят, я решаю спектральную задачу, я должен найти решение в верхней половине, найти решение в нижней половине и сшить их на границах. Сшивка, разумеется, в условии, что давление сверху и давление снизу в каждой точке работы. Но для того, чтобы это дело сделать, я должен выразить все это дело через функции, которые относятся только к границам. Это удобно сделать с помощью величины, которая многократно употребляется в гидродинамике. Это есть просто смещение вот этого, давайте называть его греческой буквой z, это по традиции она так, и называется как функции от x. А с оборониного штата вы начали? А? В1 это что у нас? В1 это возмущение скорости в области 1. У меня есть область 1 сверху и область 2 снизу. Я сейчас написал уравнение Эллера в области 1 и связал возмущение скорости с возмущением давления. Скорость это z на самом деле, которая там стоит. Значит, да, это z скорость. Теперь я хочу выразить все через эту величину z. Она выражается через скорость следующим образом. Ее ускорение вертикальное должно равняться vz. Правда? Да? То есть vz сама по себе есть возмущение. У меня не было сначала никакой vz. Здесь у меня ножки как-то. Да? Значит, естественно, вертикальная производная по времени от координат и границы есть вертикальная скорость жидкости в этой месте. И, разумеется, это полная производная, то есть это действительно ускорение точки материальной, которая есть dz по dz плюс vdz по dx. Это в области 1, а в области 0 все то же самое, оно без v. Так? Ну, или это можно сказать, что это минус и омега z плюс и kvz. Таким образом, связаны v и z, таким образом можно связать v и z, выразить все через z, потом написать то же самое в области 0, где все эти, в смысле в области 2, в области 2 все эти формулы устроены точно так же, но только v равняется 0. Ну, например, можно выразить v2, равняется z, ρ2, тут может быть даже разнообразие жизни, вот, омега квадрата на h. Это я взял это соотношение, закрыл в нем v, да, а вместо v подставил z по вот этой формуле. Ну, и потом, если я напишу условие p1 равно v2, выраженное через, это самое, через z, то у меня получится следующее соотношение, значит, ρ1 на kv минус кмега в квадрате, вот так. То есть, вот это и есть проявление. И вот это условие p1 равно v2, оно, естественно, будет пропорционально z и с той и с другой стороны. Эти z сократятся, а то, что останется, это некое уравнение, связывающее u и v2. Это, я так это проделываю, в общем-то, эту тривиальную арифметику, потому что она очень хорошо показывает, как делается любая теория неустойчивости. Любая теория неустойчивости, как правило, записывается уравнение, линеаризованное. Мы не пишем в уравнении нашим членом, который был bv' dv' по dx, потому что этот член уже квадратичный, мы предполагаем, что наше возмущение маленькое. Мы записываем линеаризованное выражение, мы их решаем или в области, или в разных областях, на границах. Мы накладываем условия согласования на границы, и оно дает нам, как говорится, спектральное соотношение. То есть решение есть не при любых омегах и ка, а только для каждого ка есть только одна омега, и это называется спектром данной задачи. Или, поскольку речь о волновых возмущениях, законом дисперсии. А сейчас получается очень интересный. Давайте мы напишем, мы о нем внимательно посмотрим. Значит, во-первых, видно, что в этом ответе всегда есть мнимая часть. То есть это есть квадратное уравнение на омегу, его решение всегда комплексное. Нет ни другого случая, за исключением РО2 равного нулю. Если РО2 равнялось бы нулю, вы видите, если бы вот этого не было, то существовало бы просто омега равнялось бы КВ. Это означает, что любое возмущение просто бы сносилось со скоростью В. Можно вопрос? Да. А если мы перейдем в систему отсчета, которая двигается скоростью В вправо, то у нас же омега должна иметь такую же зависимость? Омега. Оно не смеется речь на относительной перестановке РО1 и РО2. Но если мы перейдем в движущие права, то просто от омега отнимется КВ. Мы всегда можем отнять отсюда КВ. Это означает, что мы отнимем единицу от вот этой штуки, и мы отнимем единицу. Пожалуйста, вот такое выражение. У этого выражения по-прежнему нужно обладать тем свойством, что теперь просто у нас будет это вот, это тут 0, а тут минус В. Вот, но мы можем посмотреть, что это у нас первая поверхность как бы снизу, вторая сверху, то есть с другой стороны посмотреть? Вообще говоря, нет. То есть, в принципе, то есть, если я, например, возьму, скажем, и сделаю РО1 стремимся к 0, то у меня омега будет равна 0, правильно? Вот здесь. Если РО1 стремится к 0, это стремится к 0, это стремится к 0, это нет. Значит, омега стремится к 0, значит, возмущение никуда не переносится. А если вы перейдете в систему, что движусь обратно, но не будет переноситься обратно просто потому, что вы сели в машину и смотрите на неподвижную картинку и движущуюся систему отсчета. Создали в ней горбик, он у вас едет. На самом деле он не едет никуда в систему, что движусь. Так что в этом смысле тут принципиально важно, что, собственно, происходит в жидкости. В жидкости движущийся слой и неподвижный. И в этом месте мы создаем когда-то возмущение. И у этого возмущения есть действительно среда вот здесь. Например, скажем, да, это не урозум. Значит, всегда существует мнимая часть. Поскольку здесь два знака, всегда существует положительная мнимая часть. Значит, вспомните, наше решение есть Е в степени минус И омидо Т. Если у меня в омиде есть какая-то часть, которая есть И на какую-то величину, там, я не знаю, гамма, да, то этот минус и это И на И дают мне плюс гамма Т, экспонент от гамма Т. И это есть экспоненциальный рост, и это есть разбитие неустойчивости. Таким образом, каждый раз, когда мы получаем решение, у которого есть положительная мнимая часть, у частоты это означает развитие неустойчивости. Эта неустойчивость называется неустойчивостью Кельвина Генгольца. Теперь понятно, что если мы на него посмотрим, то сразу видно все, так сказать, предельная простота нашего предположения. Я могу спросить, какие возмущения нарастают быстрее всего? Ведь у меня же могут быть разные возмущения создаваться. И я спрошу, какие возмущения нарастают быстрее всего? Я вижу, что чем больше К, то есть чем меньше длина волны возмущения, тем быстрее нарастает оно, тем больше соответствующий объем. Тем больше и скорость распространения возмущения, но и тем больше скорость роста. Тогда я спрошу, где все это окончится, где это все остановится? На каком большом волновом векторе, на какой маленькой длине волны эта картинка, которую я построил, перестанет работать? На масштабе по концу, да, конечно. Когда у меня будет характерная длина, так сказать, толщина слоя, вот эта, на самом деле, картинка устроена так. У меня здесь скорость 0, потом она начинает как-то возрастать, а потом она постоянно и равна V. У меня есть какая-то толщина дельта, которая, конечно же, порядка ν на V, да, и в ней происходит переход к вот этой вот скорости. Значит, понятно, что длины волн, которые я рассматриваю, по крайней мере, должны быть много больше, чем вот эта толщина, потому что для меня она 0. Я считаю, что я вот эту функцию, вот такую функцию скорости от координат заменяю ступенькой. Тут 0, а тут V, да? А на самом деле она вот такая, да? Значит, теперь, интересно и понятно сразу, что, в принципе, когда у меня есть зависимость V, X, которая зависит от Z, вот актуальность зависит, так сказать, в этом слое, то это соответствует завихренности. Помните, мы с вами говорили, каждый раз, когда есть V, если мы поместим сюда частичку, то она начинает вращаться. И вот, и очень интересно, у нас еще 5 минут, вот 4. Значит, вот я нечтенно захочу потратить, расставить вам эту историю про неустойчивость киверного гимпульса в совершенно другом языке, а именно на языке завихренности. Значит, давайте посмотрим сейчас на эту всю картинку. Вот у меня есть этот слой, в котором как бы, ну это так, я перейду в систему отсчета, которая пополам, как будет сегидричнее. У меня есть тут такая скорость, тут такая скорость, а тут по дороге происходит, как бы, переход, да? Скорость становится меньше, 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 а потом она становится больше, больше, больше в этом направлении. Понятно, что я рисую? Или я тоже очень кряво, да? То есть здесь у меня такая скорость, потом она поменьше, потом она еще меньше, потом она уже 0, а потом она в другую сторону, потом она в другую сторону похожа. То есть, ну, на самом деле у меня есть такой профиль. А дальше уже все константно, не меняется, однородное течение. Я могу сказать, что в этом слое я могу расположить просто систему мехлей, которая все крутится вот так. И действительно, мы знаем, что если я помещу, например, сюда частичку, то тот факт, что здесь есть заливенность, это станет ее вращаться. То есть я могу смотреть на свой этот слой, в котором скорость меняется от одного излучения до другого, цель не важно от какого, то что я выбрал минусового пола, плюсового пола, просто без мехлеи. Я могу рассматривать такой слой просто как набор вихлей, вот так стоящих. И тогда в каждой вот такой точке скорость этих вихлей компенсируется, вертикальной скорости нет. Всегда у студента есть проблема, как же ты помещаешь вихли, но у вихря же у него есть, кроме горизонтальной, но это еще вертикальная. Но эти вихли так хитро расположены, что у них вертикальные эти самые сопрощающие друг друга, а горизонтальные у них все в одном направлении, а здесь наоборот в другом. Вот давайте теперь рассмотрим такую совершенно дискретную модель этого самого. Это называется вихревой слой, вортекс-шит по-английски называется такая конструкция. Давайте посмотрим сейчас на него с точки зрения такой очень преувеличенный дискретный. Представим, что у меня есть вихрь, который крутится вот так, а у нас крутится в другую сторону, давайте не будем нарушать знаков. Значит, вот у нас есть система вихрей, которая крутится вот так. Они все на равном расстоянии друг от друга, они все абсолютно равны завихренности, и это и есть стационарное решение. Совершенно понятно, что, конечно, этот вихрь вокруг себя создает вот такое поле, которое пытается двигать этот вихрь вниз. Но этот вихрь создает себя вот такое поле, вот это звонок, которое пытается двигать этот вихрь вниз, и они в точности компенсируются. Теперь давайте представим себе, что наши вихри сдвинулись. Сделаем перерыв, а потом дообсудим, или дообсудим, а потом взрываем перерыв? Дообсудим. Дообсудим. Давайте их сдвинем, но причем хитренько сдвинем. Поскольку это все устроено вот так, то я хочу стыдать не вверх, а не вечно наискосяк. Вот я рассматриваю устойчивость моей системы этой хрень относительно возмущений, которое сдвинуло этот вихрь немножечко сюда, а этот вихрь при этом сдвинуло немножечко сюда. Вы смотрите, что получилось. Этот вихрь получился ближе к вот этому, и дальше от вот этого, да? Этот теперь вот здесь, а этот теперь вот здесь. Они дальше друг от друга, и поэтому компенсации уже не происходит. Этот вихрь сильнее действует на вот этот, чем вот этот действует на него. А как действует вот этот? Он, ну, слушайте, я не в ту сторону его сдвинул, но сам его мне надо, чтобы была неустойчивость. То есть, да-да, мне воронок сдвинул сюда, а этот сдвинул сюда. Нет, вот надо выбрать возмущения, не относительно всех возмущений. Значит, теперь два этих, эта точка стала дальше от этой, да? И на него действие этого вихря, оно сильнее. А этот вихрь пытается его двигать вниз, тем самым увеличивая еще это смещение. А этот, наоборот, оказался ближе к этому. А этот пытается его двигать вверх, и тем самым еще увеличивает это смещение. И результатом этого, зачем я пересказываю то, что я уже вам рассказал, на языке терем обернули, потом вывел просто арифметикой. Когда смотришь на такую картинку, то без вычислений становится понятно, что будет результатом развития этой неустойчивости. И поскольку я решил не пользоваться всякими экранами, я вам на самом деле просто покажу картинки, а у вас у всех файлов есть, значит, результатом развития этой неустойчивости будет образование спиральных вихрей, потому что все это дело будет развиваться на паре. И эти вихри начнут вращаться друг вокруг друга, а эти друг вокруг друга. И будут образовываться такие спиральки. И вот эта картинка из эксперимента, которая такая спиралька, в результате развития этих вихрей, видно, да? А вот я вам покажу теперь, что на самом деле, как это выглядит в природе. И это вы можете в ясный день все наблюдать. Вот это вот на облаках, вот видите, на нижнем облаке образуется, она еще не полная спираль, она уже, так сказать, видно, вот очень часто, когда облако, на самом деле это происходит, конечно, в атмосфере намного чаще, но облака это визуализируют, они позволяют это увидеть, потому что вот у меня было, так сказать, два слоя, один в облаке, так сказать, фактически не двигался, из-за облака его тормозило, а сверху у меня дул ветер. И поверхность между облаком этом испытала одну источник стильного генгольца, и вот эти вот, так сказать, волны стали загибаться в спирали. Это очень часто можно увидеть днем, вот, и поразить девушку пониманием того, что ты знаешь, что там в атмосфере происходит. Давайте сделаем перерыв, и потом продолжим. Опять же, если у кого-то есть еще флешка, не накопленная файлом, то можно ее дать, но вообще я уже передал в блок-канат его. Ну тебя, вы можете написать функцию, и ты готова. А деканат же можно делать с такими? Повесим это на страницу, но на свою. ФОК, я передал в блок-канат ФОК-ФА, и они обещают, когда деканат ввесить. Ну, может, это на прошлом деле это статус просто не запомнился. В осуждении спектрами вообще как-то. Ну, по-разному. Что они себе представляют? Они представляют себе ротор скорость. То есть, в принципе, надо все время... То есть, это мы как бы вас учили на электромагнетизме, что вот есть поле, а у этого поля есть еще репетка, есть еще ротор. И ротор – это вот такая штука, которая циркуляция этого поля по всякому контуру, есть поток его рот. Вот в этом как бы способен. Значит, теперь у меня немножко совершенно другая физика. У меня есть поле скорости, оно течет. И меня может интересовать протекание какие-то потоки. К этому в артистке, как правило, за электромагнетизме не имеет никакого отношения. Она не имеет значение, что она циркуляция. Тогда меня интересуют какие-то циркуляции, то есть, какова циркуляция скорости по контуру. Вот мы обсуждали, когда у вас не было, например, что подъемная сила крыла, она определяется циркуляцией скорости по контуру. Тогда понятно, что циркуляция скорости по контуру определяется потоком заведенности через контуру. То есть, в этом смысле это просто... Можно напрячься и вообще не забыть про заведенность. То есть, в каком-то смысле, полностью все понимать в терминах скорости. Они эквивалентны друг к другу. Это просто удобная мысленная картинка, потому что я знаю, что у меня есть поле скорости, и у него не нулевой ротор, то, что мы обсуждали еще на второй лекции, то любая, так сказать, кусочек жидкости в этом месте вращается. Это картинка, которую мы уже готовы понимать. Нам не надо формулы писать, чтобы понимать, что вот если, так сказать, это самое, там есть ротор, то это означает, что я покрашу эту лекцию, а она будет вращаться. Ну и вот, так сказать, вот это она, собственно, заведенность и... Нет, вы посмотрите, там, вихрь создает поле скорости на этой точке. Нет, на самом деле я хотел сказать, что если я представил свое поле скорости, как набор вихрей, вот, то после этого я знаю, что как устроен набор вихрей. Если у меня есть вихрь, то этот вихрь создает какое-то поле скорости, которое, так сказать, убывает, как-то. Мне же не важно, это набор, это же абсолютно качественный набор, так сказать. Рассмотрим любые вихри, которые все одинаковые и выставлены в линии. У нас как-то принцип суперпозиции, или что-то есть в линии? Ну, принцип суперпозиции нету в том смысле, что уравнение гидродинамик не линей. Ну вот можно один вихрь создать, допустим? Можно создать один вихрь, но он будет затухать из резкости, но можно создать. Можно создать два вихря, может это 20 вихрей. Ну, можно создать вихрь, как тармана, который не в правил вихать. Ну, он, на самом деле, не затухает, потому что он подкачивается в все время. Или ураганы, например. Но мы не построим математические решения, тем менее понятно, что я могу взять, как сказать, ложку, закрутить жидко здесь, закрутить жидко здесь, закрутить жидко здесь. И, в принципе, поскольку я построил, я бы просто предъявил поле скорости, которое абсолютно стационарно. То есть в каждой точке ничего не меняется, потому что в каждой точке эффект одного вихря компенсируется эффектами двух других противоположных вокруг него. Они все крутятся на одном месте, так сказать, но никакой вихрь никуда друг друга не сдвигает. И оказывается, что это на самом деле эквивалентно вот тому простому плоскому полюс-корости, которому мы рассматриваем. Здесь он еще по эту сторону, здесь еще по эту сторону, но есть какой-то переходной слой. Вот. Но рассмотрение пустерменных вихрей еще раз показывает, что эта штука должна быть неустойчиво. Эти вихри стремятся разбиться на пары и крутиться друг вокруг друга, потому что любое маленькое смещение приведет к тому, что два вихря там все ближе, а если она начинает крутить друг друга, а страны не смогут скомпенсировать. И это нам объясняет, почему мы наблюдаем спиральки, когда смотрим на облака, например, и на многие другие вещи. Именно поэтому, потому что результат этой неустойчивости можно описывать в тегеринах вихренности. То есть это просто альтернатива языка. Я полностью описал эту неустойчивость уже вот здесь. Да? Да. Но это мне позволило описать ее начальную статью. Оно мне не сказало, что дальше будет с этой туреарностью. А вот это описание, мне сказало, да, конечно, будет возрастать, как-то ее вернули и предсказывали. Но оно мне еще больше сказало. Оно сказало, если это действительно вихрин, вот такая вот цепочка вихрин, так они же начнут в спираль закручиваться. И это очень сложно описать математически. Потому что это уже не описывается в рамках линейного проведения. Это спираль, это уже не описывается в терминах малосозначения, это вообще должно стать большим. Я его не могу так описать математически, но физически я его понимаю. В терминах просто что-то, в цепочке вихрин разобьется в нас. Но мы не считаем, что это было... Нет, мы пишем уравнение на скорости в ВСЗ, но мы говорим, что это реализовано. Мы его пишем в первом приближении, с рядами квадратичными по ВСЗ, мы пренебрегаем. Значит, мы вот что-то делаем. Мы решаем уравнение... Давайте я вам покажу эту сумму на консуалу. Значит, нужно я, чтобы тут все индексы были сжателем. Значит, вот я записал уравнение. Это векторное уравнение. В нем у В есть две компоненты. И горизонтальная, и вертикальная. Потому что у градиента В есть две компоненты. И вертикальная, и горизонтальная. Видите, В зависит от Х и от З. Поэтому есть ДП под ДХ и ДП под ДЗ. Давайте рассмотрим З-товую компоненту этого уравнения. Это будет ДВ, З под ДТ, а тут будет ДП под ДЗ. И это свяжет мне В и ДП. Вот это вот уравнение я получил. Подставим сюда. П в таком виде, В в таком виде через экспоненты. Каждую систему я вам летучу. И вот таких амплитуды будут связаны. Ну, что эта часть, это даст мне Омегу, это даст мне К. Ну, да, я прошел. Понятно. Все. То же самое я могу сказать внизу, но там В не будет. Там нет скорости. То есть вот этого члена КВ не будет. Там будет только Омега. Но мне на самом деле не нужно связывать В и П. Мне нужно все выразить через какую-то одну величину, которая одинаковая для 1 и для 2. И эта величина будет З-та. Это смещение поверхности. Поверхность принадлежит сразу и верхней полуплоскости, и верхней половине, и нижней. И тогда, если я выражу чуть-чуть, я просто выразил давление через З-та. И точно так же я могу выразить скорость через З-та. А после этого я потребую, чтобы П-1 равнялась П-2. Оба они выражают через З-та. И этот З-та сократится. И это мне даст соотношение между Омега и Д-ка. Так, зовите, кто там есть. Давайте продолжим, потому что на самом деле нам... А это тот Кейнгольц, который был доктором, окулистом, или нет? Окулистом? Черт его знает. Был же Кейнгольц. Не знаю, по правилу, хороший вопрос. Я узнаю. Он тот, который строил тему динамику. Это я знаю. А что вот был еще доктором и придумал такое... Черт его знает. У них было в Германии общество естествоиспытателей и врачей. То есть у них врачи как-то относились к естествоиспытателям. Хорошо. Теперь что будет? Мы говорили, что максимум этой неустойчивости мы ожидаем. То есть, по крайней мере, эта формула перестанет работать на длинах волн, которые порядка длины пограничного слоя вот такого. А что будет, если мы рассмотрим возмущение, которое короче? То есть, вот у меня есть этот пограничный слой перехода от такой скорости к такой. Значит, я не буду это выписывать. Я хочу сказать, что если я вместо уравнения, если я в этом уравнении наоборот скажу, что вот этот член важнее, да, то это приведет к тому, что у меня на самом деле никакого стационарного распределения не будет. Мы понимаем, что трение должно приводить к разбыванию любого градиента скорости. И вот, и там у меня просто будет уравнение, которое будет мне описывать это самое dvx по dt минус nu dvx по dz квадрат, равняется нулю. И это уравнение, которое является уравнением диффузии, я не знаю, учили бы это или нет, или уравнение устранения тепла, оно описывает v как e в степени минус z квадрат на t на nu t. Оно просто описывает расплывание этого слоя. И если я на это буду проценталовать возмущение, они будут также расплываться вместе с шириной этого слоя. Поэтому понятно и качественно, что у меня, когда число рейнольца очень большое, и мои возмущения являются длинными по сравнению с толщиной слоя, то у меня образуется неустойчивость. Если же у меня на самом деле доминирная связь, то никакой неустойчивости нет, а все на самом деле более-менее расплывается. И теперь то, что я хочу сделать, это я хочу на самом деле придать этому некоторый формальный смысл, который показывает, почему число рейнольца такое важное, и почему оно является тем, что называется контрольный параметр в физике, а именно при изменении числа рейнольца происходят качественные изменения, которые мы называем фазовыми переходами. И эти изменения соответствуют качественным, как правило, симметриевым изменениям. И это я вкратце напишу то, что называется энергетический критерий. Давайте в общем виде запишем линейализованное уравнение на Е слоуса. То есть я предполагаю, что В, поле скорости, есть какое-то В0, течение, которое зависит как-то от координат, но не зависит от времени. То есть у меня есть какое-то сложное, неоднородное, но независимое от времени и течение. И я наложил на него возмущение, которое зависит вообще от пространства и от времени. И я пишу линейализованное уравнение на это возмущение. Дальше у меня будет это самое. Давайте я напишу это минус нюн Лаплас Р1. И это равняется минус ДТ. То есть я могу взять здесь все, как говорят физики, безразмерно. То есть измерять поле скорости в каких-то единицах скорости, измерять расстояние в каких-то единицах r. Так что все станет безразмерным. А в этом уравнении единственный размерный коэффициент – это вязкость. Если я все начну измерять в безразмерных единицах, то тут, естественно, будет стоять число ренольца в обратном, в минус первой степени. Потому что число ренольца есть отношение ненемного члена к вязкам. Значит, это линейализованное уравнение. И я его, значит, что в нем опущено, так сказать, здесь, это член В1 в град В1. Вот такой нелинейный член здесь опущен. Я взял просто В равняется В0 плюс В1. И вот я, так сказать, все написал. А это самое, причем, естественно, члены В0, градиент В0 и градиент П0, и нюн. Они все опущены, потому что предполагается, что В0 было стационарным решением. Вот. Теперь я хочу посмотреть, на что происходит с энергией моего возмущения. В самом общем виде, в каком только можно. То есть я в подъездной напишу 1, 2, ДВ1 в квадрате по ДТ. То есть я возьму вот это, умножу на В1 и просуммирую по И. Можно, кстати, вопрос? Да, по В0 это стационарное решение. А как вообще может существовать стационарное решение, если у нас есть вязкость? Как может быть стационарное решение? Может быть, мы, например, взяли и создали какой-нибудь градиент давления. Например, в трубе. То есть зависит от того, как и градусы. Например, у вас есть труба. У него есть П1 тут, П2 тут. И все, так сказать. Разница градиентов качает жидкость. Она тратит свою энергию на преодоление трения установки. И происходит установившееся движение. Оно происходит, жидкость ускоряется до того момента, пока его сила трения не начинает балансировать градиент давления, который его... И после этого мы хотим изучить, устойчиво ли это течение в трубе. Что, кстати говоря, с чего вся эта самая новая связь, потому что это делал человек по фамилии Лейнольц, который придумал число Лейнольца. Вот он в городе Манчестере качал жидкость по трубе и смотрел, когда он станет неустойчивым. Это невероятно оказалась сложная задача, до сих пор не решенная. Можно точнее еще раз во втором стиле, там должно быть В0И, потому что у вас пока нет на этой записи. В0И, конечно. Да, абсолютно правильно. Конечно. Вот. Значит, давайте я его напишу вот так. Мне его удобно написать, как минус В1ИВ1КДВ0ИПДФК. Вот я уже вместо конъекта пишу ДФК. В общем, это самое. Я на ходу меняю форму записи. ДФК, 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 ДФК. Вот так нет. А тут все остальное, как легко понять, соберется в ДФК. И тут будет стоять просто, как мы, ну как всегда, это самое, как для закона скриняя нейро, Тут стоит просто, так сказать, вектор потока энергии, это V1 квадрат пополам на полную скорость верно, и плюс V1, и, в принципе, вместе с этим членом мы его, как бы, можем написать, он все равно сюда входит, он нам ни с чем не мешает. Вот, плюс V1, так, нет, K, потому что у меня здесь DxHK, здесь должен стоять такая компонентная потока, и минус V1I на I0 на V1I на V1HK. Для чего я это сделал? Я захотел выделить полную производную, потому что мне интересно, что будет происходить с энергией возмущения, если я возьму интеграл этого дела по пространству. Тогда интеграл этого члена по пространству в точности даст не ноль, а останется у меня интеграл от вот этого члена по пространству, у которого, ясно видно, имеется две компоненты. Одна, которая, это квадрат. Тут стоит DxHK, я его написал так. Значит, это всегда положительно, со знаком минус всегда отрицательно. Неудивительно, вязкое трение всегда приводит к убыванию энергии жидкости. А вот этот член может быть разных знаков, в зависимости от того, как мы хитро построили направление нашего возмущения. Так, давайте сейчас посмотрим. Значит, видно, что понятно, что на очень больших ремёрцах этот член не должен быть важен, и этот член может привести к неустойчивости. Значит, теперь мы можем сказать, что… Вот вопрос. Получился вот этот член, который квадрат. У нас же там лапласиан как он преобразовался к такому визу. А я лапласиана кусок вот сюда собрал, я его разделил так на две части, чтобы один был полное производное, давал мне ноль. И тогда вот чудо оставшееся оказалось полным продажом. Потому что вязкость приходит к тому, что мы обмениваемся энергиями одна часть жидкости с другой. То есть происходит период. Это вектор потока энергии, который просто передают её с места на место. И он имеет вязкую часть тоже, естественно. Но кроме этого, вязкость всегда приводит к трению и к потере этой ремии. В этом смысле вязкости двойная. Точно так же мы видим, что здесь не линейность, у него есть часть передающая, а есть часть, которая связана с производством. Поэтому я могу сказать, что если я возьму интеграл на v1, битая на v1, катая на dv0, битая по dx катому и dx, и поделю его на интеграл на dv1, битая по dx катому квадрате по dx, здесь v и x безразмерные. То есть измеряются в каких-то характерных границах. Мой ренольдс критический определяется вот таким вот минимумом. То есть я должен подобрать такое возмущение, которое сделало бы вот этот член максимальным, а этот минимальным, и тогда всё станет неустойчиво. И это есть определение критического ренольдса для этого течения. То есть я должен взять минимум по всем видам возмущения v1 от x. Заметьте, что от амплитуды этого возмущения этот критерий, конечно же, не зависит, потому что это квадратичная v1 и это квадратичная v1. Но зато зависит от геометрии. От того, как устроено, удалось ли мне, это самое минус, кстати, говорят здесь, удалось ли мне сделать эту штуку положительной. Она должна быть положительной. Вот что должна быть положительной. Давайте посмотрим, как это работает. Опять же, любимый наш пример, плоское сдвиговое течение, в котором у меня есть vx, v0, x и оно зависит от z. То есть у меня существует dv0x по dz больше 0. Вот здесь вот. И это x, k, это z. Вот в этом моем интеграле. И, k. Значит, я теперь должен, чтобы обязательно у меня в моем возмущении была i-товая компонента и k-товая компонента. Я не могу взять возмущение. Ну, я понимаю, что возмущение в плоскости этой вообще никак не играет. Значит, я должен убрать свое возмущение в этой плоскости. Если я возьму такое, в нем будет i-товый, но не будет k-товый. Если я возьму такое, в нем будет k-товый, но не будет i-товый. Значит, я его должен взять так, чтобы в нем были обе эти компоненты. То есть мое возмущение скорости должно быть как-то наискосяк. Осталось только понять, туда или сюда. Ну-ка, давайте посмотрим. Это не обратно? А? Это не обратно? Здесь. А, ну сюда. Это револьс минус первой. Вот. Это должен быть максимум. Вот. Ну, в любом случае, мне нужно искать максимум этого и минимум этого. Это для чего максимум? Значит, я сказал, что я хочу, чтобы d по dt от моей энергии, d по dt от интеграла от одной первой в квадрат, было больше нуля. Это и есть условие неустойчивости. Тогда мое возмущение растет. Чтобы оно было больше нуля, это означает, что вот этот член должен быть больше вот этого, да? Вот. Вот. То есть, вот этот член должен быть больше, чем этот член, деленный на рейнольд. Да? Ну, я его записал так, что поделил это сюда, а рейнольд составил здесь. Давайте посмотрим эту картинку и сообразим, куда должен торчать вектор возмущения, чтобы оно было неустойчивым и чтобы его энергия росла. Значит, понятно, что тут у меня должен стоять v1x и должен быть v1z. Но знаки у них должны быть разные, чтобы вместе, потому что это положительно. Значит, их произведение должно быть отрицательное, чтобы вместе было положительно, да? Это что означает? Куда можно быть? Вот так или вот так? А? Первое. Потому что это означает, что можно выбрать вот так, а можно выбрать вот так. Это неважно, на самом деле, совершенно понятно. Но вот так выбрать нельзя. Вот такое возмущение будет затухать. А вот такое возмущение, на самом деле, которое переносит из более большой скорости в этом направлении вниз, где она более маленькая скорость, его энергия будет нарастать. Вот. То есть это более или менее, ну, самый что ли элементарный, как бы, квант теории неустойчивости. Так же, как неустойчивость фирменной генгольца, самая элементарная из неустойчивости. Точно так же и вот эта вот простая картинка, она вам показывает, что нужно сделать. Теперь, является ли этот критерий, а именно, что ре больше, чем ре критическое, описано, найдено по такой формуле, является ли этот критерий достаточным для неустойчивости или только необходимым? Значит, необходимо это означает, что если Рейнольдс меньше, чем критический, то уж точно неустойчивости нет. Достаточно это означает, если Рейнольдс больше, чем критический, то уж точно неустойчивость есть. Ну, в базе математики, я думаю, вам меж параллели разницами между необходимым и достаточным, и мне вам это в тысячу... Достаточно. Значит, достаточно. В данном случае, вы думаете, достаточно. То есть, как только Рейнольдс станет больше, чем критический, то у меня будет неустойчивость. Но у вас появится такое возмущение скорости, которое сделает, чтобы первый, чем больше второго, и энергия увеличилась. На самом деле нет. И фокус вот еще. Если у меня Рейнольдс меньше, чем критический, то есть вязкость сильнее, чем нелинейность, то заведомо неустойчивости нет. Это уже всяко. Теперь посмотрим, что будет. Знаешь, вам может быть необходимым и достаточно. Посмотрим, что будет, если у меня Рейнольдс больше, чем критический. Тогда я знаю, что у меня в данной конфигурации вот такая форма возмущения будет нарастать. Но она будет нарастать и меняться, потому что это же все на самом деле. То, что мы посмотрели, мы смотрели на обновленную картинку. Мы взяли поле скорости вот в таком виде и в данном случае посчитали ДПУДТ от его энергии. Энергия растет. Но чтобы она неустойчивость, нам нужно намного больше. Нам нужно, чтобы этот рост был экспоненциальный. Это означает, что по мере того, как наше возмущение растет, оно продолжает расти еще быстрее, пропорционально своей же амплитуде. Поэтому на самом деле, указывается, что это условие только необходимое. Как правило, оно дает правильную оценку порядка критического Рейнольдса для всякой данной геометрии. Но реальные критические Рейнольдсы оказываются, по правилам, немножко выше. Но иногда они все как бы того же порядка. А иногда наивная оценка по этому критерию говорит, что вот это критический Рейнольдс, а на самом деле течение является устойчивым. Причем устойчивым при любых Рейнольдсах. Почему это неустойчивым? Может в одних местах затухать, а в других, допустим? Именно это. Потому что на самом деле, чтобы течение стало неустойчивым, нам необходимо, чтобы возмущение по мере своего роста продолжало расти. А по моменту, как оно эволюционирует, оно меняет свою форму. И очень часто оказывается так, что то возмущение которое удовлетворяет… Это называется энергетический критерием, между прочим. То возмущение, которое удовлетворяет энергетическому критерию, оно начинает менять свою форму… Просто в силу равнения движения. И превращается в возмущение, которое уже не удовлетворяет элитическому критерию. Ну вот так, как или бы. То есть в этом смысле это. Может и наоборот. Но наш интересует, является ли этот критерием. То есть мы что говорим? Мы смотрим по всем возможным V1. Да? И находим максимум вот этого выражения. Ну и это самое. И оказывается, что когда мы найдем такой V1, это V1 при этом не является неустойчивой модой. Вот здесь мы нашли неустойчивую моду. Это просто оказалась плоская волна, но это ничего не значит. В других ситуациях это может найти какая-то сложная функция. Вот эта штука, если создать возмущение в таком виде, то оно, не меняя свои формы, экспоненциально нарастает. Ну оно бежит как волна, и при этом нарастает. При этом оно и интервьючатому критерию тоже удовлетворяет, конечно же. Да? Если написать, например, раскроет задачу. Я просто хочу сказать, что на самом деле это очень нетривиарная наука, и я вам ни в каком мере не передал про нее никаких особенно тонких вещей. Я вам передал очень грубое ощущение, что, во-первых, как правило, вот мы рассмотрели решение на бесконечно большом рейнольсе, оно оказалось неустойчивым. Мы рассмотрели этические критерии, которые показывают, что действительно есть соревнования между инерцией и трением, и если трение побеждает, то никакой неустойчивости быть не может, а если инерция побеждает, то неустойчивость может быть, но не обязана. И это отдельная нетривиальная наука, которая занимает уже там по минимуму полтора столетия. Теперь я хочу сказать несколько слов, сколько времени у нас осталось мало, про турбулентность и про то, что именно происходит в результате, когда мы идем от малых рейнольсов к большим. Вот. И как же на самом деле можно объяснить тот факт, о котором мы уже говорили, что сила сопротивления телу перестает зависеть от вязкости, когда вязкость стремится к нулю. Мы все время с вами рассматривали всякие бесконечные системы, свет, который потянулся до бесконечности. Может, то, что вы говорите другим, тоже было бы интересно послушать. На самом деле, если у вас есть вопрос, скажите. Просто возникал вопрос, когда сплошной среди движущейся скоростью В, возможно ли такие вот такого рода неустойчивости? В однородной, когда все движется однородной, конечно, нет. Вы посмотрите, что здесь стоит. ДВ по ДВХ. Беспроизводное течение исходное должно быть неоднородным. А уже есть, если это понятно, что может возникать? Из-за однородного течения? Потому что мир наш конечен, то однородных течений не бывает. Поэтому, знаете, вот есть такая замечательная штука. Мы сейчас многое подругли, все время забегают вперед. Вот вопрос. Если я поставлю палку в текущую реку со скоростью В, и я меряю сопротивление, силу, с которой должен эту палку держать. Леонардо да Винчи задавался этот вопрос 500 лет назад. А вот у меня есть неподвижное озеро, и я заснул в него палку, и привиду ее с той же скоростью, с которой текла моя река. В каком случае больше будет сила сопротивления? Одинаковая, сказал Леонардо да Винчи, потому что есть принцип виллеевской инвариантности, который говорит, что законно это самое. Пойдите померяйте, она получается на 20%. Потому что реха, которая течет, всегда турбулентная. И на то, как кажется, что можно создать однородное лечение, а когда затекает на палку турбулентное течение, или когда палка движется в области неподвижной жидкости, получается на 20% разные ответы по измерению. И люди 500 лет были уверены, что Леонардо прав, потому что никто не брал с этой мерой. В физике экспериментарно, но зачем она хорошо? Она берешь и меряешь, и отказывается, все не так. Так, давайте обсудим турбулентность, потому что времени у нас осталось 15 минут, и мне еще никогда не удавалось рассказать теорию турбулентности за 15 минут. Сколько мы сейчас занимались повторениями и всеми такими вещами, поэтому большая часть вам придется читать из этого. Вот мой имейл, кстати говоря, я его не стираю. Значит, так что, если будут какие-то вопросы, а также замечания по тексту, а также, если кому-то присчастливиться найти там ошибку, я буду очень благодать. Но в основном это для вопросов. Значит, турбулентность. Хотелось бы понять на самом деле вот какую вещь. Представьте себе, что мы взяли ящик, и в этом ящике крутим какой-то вентилятор, у нас есть какие-то лопасти, да? Мы его крутим. И каждая эта лопасть, она, значит, за собой оставляет след, то есть она накачивает энергию в это самое. Значит, мы знаем, что в пределе, когда вязкость стремится к нулю, то сила, вот, которая тут была нарисована, давайте я это повторю, да, что сила, деленная на ρу квадрат r квадрат, как функция ориеновательства, стремится к какой-то константе. Но это означает, что если бы я взял мощность, взял бы эту силу, умножил ее на скорость и поделил ее на ρu квадрат r квадрат, да, вот, а то... И это тоже на самом деле бы стремилось, сейчас я, интересно, брал в этих самых, наверное, на единицу, значит, я хочу, так я определил, значит, f, u, да, я хочу еще взять ее, и на самом деле, да, вот я хочу вот что-то сделать, я хочу взять силу, умножить ее на, это у меня будет мощность, и посмотреть это дело на единицу массы. Значит, вот столько у меня, теперь у меня весь размер области, в которой у меня происходит движение, и вот я хочу сказать, что поскольку сила, это, грубо говоря, есть моя константа c, вот эта вот константа c, на ρu квадрат r квадрат u на ρr квадрат, ну, эта штука имеет вид у кубин на r, да, и вот она на самом деле, значит, тоже, слушайте, c. Значит, что я сделал? Я написал сейчас оценку, исходя из того, что я знаю, что сила, действующая на тело, имеющая скорость у, как держит с характерным размером r, что эта сила стремится к вот такой вот величине, вот такой вот величине, то я оценил мощность, которую такая сила производит в единице объема. Значит, она вкачивает эту энергию туда. Что бы мы ожидали, если это все происходит в замкнутом периоде? Мы бы ожидали, что эта жидкость начинает нагреваться, да? То есть, на самом деле, энергия вся переходит в тепло. Однако же, интересно, что, так сказать, накачивание жидкости, накачивание генетической энергии совершенно не зависит от коэффициента вязкости. И хотелось бы понять, как это может происходить. И чтобы понять, как это может происходить, каким образом мы вращаем огромный вентилятор и даем энергию в тепло, то есть, в молекулярное движение жидкости, понятно, что это должно происходить за счет трения. Однако же, скорость, которая это происходит, не зависит от трения. Вот мы столько вот вкачиваем в единицу времени, в единицу объема, и это никак не зависит от коэффициента трения. Но чтобы это понять, на самом деле, главным образом и существует теория турболиноза. То есть, это были на самом деле сравнительно мелкие детали. Как ни странно, началась эта теория только с эфирического наполнения по совсем другое. Был такой метеоролог Ричардсон, и этот Ричардсон в 20-е годы, в 21-е по 26-е, ставил серию очень интересных экспериментов. Он выбрасывал разные вещи на ветер. Иногда он запускал шары с земли, иногда он загорался на башню, бросал оттуда семена. В общем, он много чего побрасывал на ветер. И при этом он внимательно регистрировал, как эти самые брошенные им тела расходились течением времени. И он обнаружил совершенно удивительный закон, который теперь неудивительно носит его имя, что если мы возьмем расстояние между... давайте я теперь... Мне очень хочется называть теперь это вот Р, и у него будет размер системы. А Р у меня теперь будет это самое... расстояние между двумя... между двумя точками в атмосфере, которые движутся в соответствии с ветром. Ну, конечно, все знают, что это довольно нерегулярно. Всякий, кто пытался змея запускать, знает, как змея дергают и рыскают. И в частности, его ученик Тейлор потом понял, почему у поколений людей, которые пытались запускать эти самые зомби, типа воздушных змеев, с кораблей, для них ничего не получалось, потому что они это делали так, человек сажался в лодочку, немножечко отплывал назад, эту лодочку тянуло кораблем, но после этого они выпускали этого змея. Он немедленно нырял в воду и там тонул. Потому что за всяким кораблем, как мы уже сами знаем, образуется огромный след, и внутри этого следа жуткая тарбулянность. И там рассчитывают на то, что у тебя есть хороший ветер, который тебя поднимает вверх, не надо там такие страшные ветери, когда обязательно этот самый змей быстро попадал в какой-нибудь вихрь, который его приносил к воде, где он и тонул. И он первый стал это делать с мачтей, а не с лодочкой. Ну вот, вернемся к Рейчерсону. Значит, Рейчерсон обнаружил эмпирический удивительный факт. Р квадрат пропорционально первую очередь. Это абсолютно противоречило науке того времени, которое знало один закон разбегания частиц, а именно Бровановское движение. Когда есть случайное поле, рассуждали люди, то с течением времени Р должно, наверное, пойти туда, наверное, пойти сюда, в среднем, в общем-то, понятно, что должно быть Р квадрат расти как корень из числа шагов, то есть, другая, как корень из времени. И Бровановское движение, вот мы с вами тут описывали и Бровановское расплывание градиента скорости, которое тоже велось и до 3 степени минус Z квадратно T. То есть, характерная ширина росла как корень из T. У Ричардсона она росла быстрее, чем T. С той поры это называют супердиффузией. А в двухствах как он мерил это расхождение? Он мерил, ну, например, он брал два воздушных шарика, вот, и, значит, это самое, выпускал их более-менее из одной точки, так сказать, и после этого он, значит, это самое, смотрел, как они находятся и мерял, значит, реально, конечно, он ждал, пока они это самое, развернутся на достаточно большое расстояние и при этом опустятся. На самом деле, он мерил их расстояние по горизонтали в основном. Но через некоторое время расстояние по горизонтали было настолько больше расстояния по вертикали, что оно уже было неважно. Расстояние по горизонтали можно измерить довольно точно. Понимаете? Возьми. Значит, дальше хочется спросить, а что, собственно, стоит коэффициентом вот здесь? Понятно, что тут должна стоять какая-то мера турбулентности, потому что все это дело, понятно, что все это разбегание из-за того, что у вас есть турбулентные вихри в атмосфере. Если бы просто был ветер, более-менее координарное течение, то это два шарика или бы рядом, более-менее в одну сторону. Дальше понятно, что тот коэффициент, который стоит здесь, должен иметь размерность сантиметра квадратная на секунду кубические. Вот таких нехитрых соображений хватило Камагорова, чтобы понять, что вот эта величина, которая есть, между прочим, называется эпсилон, и она имеет размерность сантиметра квадратная на секунду кубическую. Видите? Тут сантиметр кубический, а тут сантиметр он его угасит, остается сантиметр квадратный на секунду кубическую. И здесь должно на самом деле стоять эпсилон. И фактически в этот момент засиял свет, потому что вдруг стало понятно вот что. Во-первых, почему это супердиффузимо? Потому что на самом деле эта система векрей турбулентная, она на самом деле нейроптическая. Там есть веки очень разных размеров. Когда вы находитесь две точки на каком-то расстоянии, например, на вот таком, скажем, на вот таком, то вот этот вихрь, его наличие приводит к разбеганию, потому что он здесь создает поле скоростей, а здесь нет. Вот этот вихрь тоже. А вот этот большой вихрь уже нет, потому что в этом большом вихре они просто крутятся внутри него и никак не разбегаются. Правда? Поэтому на самом деле сообразили люди, но это еще Весерсон качественно понимал, что чем дальше две точки друг от друга, тем больше вихрей начинают принимать участие в их разбегании, потому что их расстояние становится больше. И поэтому оно ускоряющееся процессом, а вовсе не замедляющееся, как это было бы в диффузии. Да? И дальше стало понятно, что мы можем понять на самом деле, что если у нас есть две точки на расстоянии R, мы можем спросить то, к чему мы все время возвращаемся лекцией за лекцией, каково расстояние, как ведет себя разность скоростей, как функция от этого расстояния. Давайте посмотрим, вот такой закон R от T ведет себя как Epsilon T в одной трепени, какому закону должен соответствовать. Это же должно быть решение уравнения в ряду T равняется дельта левого R. Три вторые или как это? Три и вторые. Три и вторые. Вот. И совершенно нетрудно понять, что если я возьму Epsilon, что если я буду считать, что разность скоростей ведет себя как расстояние не в первой степени, как было бы для гладкого течения, тут я вам обещал нелипшее целом поле скорости, сейчас вы его получите, а ведет себя вот так. Давайте решим это уравнение. D R по D T равняется R в степени 1 третья для T. Значит, если тогда у меня получится D R, R в степени 3 вторых. Да? И стало вдруг понятно, что на самом деле разность скоростей между двумя частицами в турбулентном течении, в среднем, конечно, все, что мы сейчас здесь говорим, является некоторое среднее соотношение. Она не гладкая, она не соответствует гладкому полю скорости. С этим связано много интересных вещей. То есть, она не липшится во в среднем, эти турбулентные траектории невозможно однозначно предсказывать. Кроме того, возникла идея каскада, которую я вам за оставшиеся 5 минут расскажу, и которая объясняет, почему стремится Константина вот эта величина. Эта идея каскада вот такая. Откуда берется этот закон? Почему D R K V ведет себя на первой степени 1 треть, а не как первая степень? И Вечерсон по этому поводу придумал целую поэму на английском языке, я не встречал ее у хамших переводов на русский, она из пародии на Свифта, которая придумала какую-то другую поэму про каких-то кровососущих этих самых блох, которые сосут кровь у каких-то других, а те сосут еще, а те сосут еще, и вообще есть целый каскад этих самых кровососов, которые сосут кровь, видимо, он ранний капитализм таким образом воспринимал. Значит, этот закон можно очень просто объяснить следующим образом. Какова характерность, то есть, что на самом деле происходит? Помните, мы хотели спросить, как вентилятор, работающий в комнате, в конце концов нагреет воздух? Он создает этот вентилятор большие-большие лихри. На этих лихрях число линольца, которое, опять же, скорость на размер лобости на ню много больше единицы, лязкость пренебрежимо мало. Гриденты скорости такие маленькие, трение этих самых слоев воздуха совершенно пренебрежимо мало. Но и там движение на большом линольце, как мы уже с вами знаем, оно неустойчивое. Всякое движение с большим линольцем начинает быть неустойчивое, начинает порождать движение с меньшим линольцем. То есть вихрь меньшего масштаба. Этот вихрь порождает вихри еще меньшего масштаба, этот еще меньше, еще меньше, еще меньше, и в конце концов образуются такие маленькие вихри, в которых уже градиенты большие, а линольцем городка единиц. И вот эти маленькие вихри, например, в атмосфере характерное облако, характерное облако километры, скорости там 20-30 метров в секунду, характерное или 0,10 восьмой. А тот вязкий масштаб, на котором происходит диссипация в тепло, одна десятая миллиметра. Вот такой интервал масштаба. Каким образом получается этот закон из этой констатной картинки? Мы говорим, что характерная хиетическая энергия, заключающаяся в вихрях с таким масштабом, деленная на характерное время, которое занимает, чтобы перекачать энергию из вихрей масштаба R в масштаб, скажем, R пополам. Это время должно быть порядка характерного времени оборота вихря, каковое можно оценить, как R, опять же, разделить на L в V. Вот это время. Таким образом, вот этот темп перекачки энергии, который есть L в R в кубе, разделить на R, и это должен быть эпсилон, тот темп, с которым мы ее закачиваем. Если мы хотим иметь статистическую стационарную картинку, то на больших масштабах мы закачиваем нашим вентилятором вот такой пепп, и это должен быть тот же самый терминтисипаций, который на самых маленьких масштабах. А значит, что через каждое, так сказать, сечение нашего каскада должно пройти то же самое эпсилон. И понятно, что это говорит мне, что дельта V в кубе есть эпсилон A, а дельта V есть эпсилон A в равнометре. Вот так мы выглядели закон для чертсона из соображений каскада. И становится понятно, почему сила сопротивления и темп диссипации не зависят от вязкости. Вязкость определяет только длину этой трубы, по которой течет. Ну труба это вка пространство, разумеется, в пространстве масштаба. То есть мы вкачиваем энергии, включаем эту трубу в очень большие вихри. Они передают его все меньше и меньше и меньше. Когда я уменьшаю вязкость, у меня удлиняется этот таскад, но уже никак не меняется количество энергии, которое по нему проходит. И это и есть тот механизм, который объясняет, почему сила сопротивления самолетов и кораблей, и всякого другого, и темп диссипации вентилятора, который работает в комнате, перестает зависеть от вязкости, когда вязки становятся мало. Понятно? Ну вот на этом я закончу. Всем спасибо за внимание. Если есть вопросы... Можно вопрос сейчас по поводу времени, перекачки энергии. Время, мне кажется, должно быть как-то связано с временем развития неустойчивости. А почему оно у вас равно просто период обращения вихря? Ну, если вы только что помните, это самое, вот для нашего фельдер-гейнгольца характерное омега неустойчивости было КВ, да? То есть характерное время неустойчивости должно было бы быть единица на омега, которая была бы соответственно единица на КВ или лямбда на В. где этот характерный размер возмущения, это характерное омега. Понятно. В природе чудес не бывает. Если есть сантиметры и те самые... И сантиметры, и секунды, то секунды из них можно сделать поделив одно на другое. Но никак вот это самое иначе не получается. Иногда эта штука отдаёт неправильный ответ. И тогда начинается настоящая наука и введёт эту юридическую премию. Но за это тоже в свою очередь должны были дать. К сожалению, Андрей Николаевич был математиком. Но, конечно, то, что мы сделали, мы сказали, что характерное время есть характерный размер на характерную скорость. На самом деле, по-моему, в этом году ещё вывод точное соотношение, что, так сказать, не есть размерная цена. Вот. Ну, в общем, я понимаю, что это был трудный курс. Я, на самом деле, рассчитывал более-менее на старших курсников и он оказался, в общем-то, такой, это самое, взрослые некоторые вещи повторил, поэтому я надеюсь, что для этого стало легче. Если вам дальше это интересно, читайте текст, посылайте вопросы. Я всем обещаю на все вопросы отвечать. Окей? Спасибо.